привет друзья давайте сегодня поговорим по поводу комплексов по воду наших тараканов ведь у каждого из нас есть комплексы согласитесь у каждого очень редко когда такой человек есть который вот не знаю очень легко идет по жизни у него никаких комплексов и не существует скорее всего не у него есть просто он каким-то образом это все не показывает на людях скорее всего у него есть просто у каждого из нас комплексы разные у каждого из нас куча тараканов и эти тараканы у всех разные я всегда говорю что не нужно избавляться от этих тараканов вот комплексы дат комплексом надо избавляться от тех тараканов которые в голове сидят таких не надо избавляться нужно их дрессировать потому что тараканы избавился от таракана он ушел и как в том анекдоте привел с собой друзей обратно надо у каждого свои тараканы и тем самым и друг от друга отличаемся у тебя такие тараканы у меня такие тараканы они разные поэтому мы личности я так считаю что а комплексы вообще такая очень интересная вещь вот знаете у каждого столько комплекса ведь и комплекс все идут из детства откуда эти все комплексы от того что нас начинает закомплексовывать в детстве родители они не специально это делают но какие-то существуют общественное мнение всевозможные вот эти вот ты должен ты должна ты обязана и вы знаете мы не умеем принимать комплименты это тоже комплекс это такой очень такой вот я допустим до сих пор еще не умею принимать комплименты вот я очень завидую тем людям которым говорю боже мой какая ты красиво очень хорошо выглядишь да да я такая я знаю как обычно человек реагирует говоришь комплименту ты сегодня там замечательно выглядишь ой да ладно там я там всего лишь вот какой-то замечательное платье вообще супер вообще прямо нет сказать что да да какое классное платье там типа да там красивая да ладно ну там висела 10 лет шкафу я там его не носила не носила вот тут похудела дело получается что ты вот тебе дают делают комплимент а для тем тебе это стыдно каким-то образом получается стыдно и неудобно что тебе сделали комплимент на тебя обратили внимание лучше бы не обратили то есть она лежала с ты пришла куда-то нарядная красивая тоже готовилась да ты же хотела как-то выглядеть красиво и вот люди отметили что это все красиво да что твои усилия не не пошли даром а тебе неудобно господину муж ход только бы не заметили но не знаю но вот как-то я вот помню в детстве мама очень хорошо мне одевала мне очень хорошо мама одевала она мне всегда что-то такое привозила очень много участок командировки сделала по за что мне привозила мы жили в деревне как бы там выпендрить это очень легко было и как обычно дети да вот а у меня есть такое а у тебя нету как обычно у детей ну по крайней я раньше не помню как это было а вот как сейчас у наших детей а у меня вот есть а у тебя нету там да допустим и все ребенок уже на коне он уже такой гордый что вот у него есть а у другого нет я помню мне мама привезла брючный костюм джинсовый такой красивый черный курточка такие серебряные такие пуговички под серебро такие и джинсы брюки клёш она меня насильно в эти брюки запихивала представляете насильно она в этот костюм меня впихивала потому что я не хотела его носить мне стыдно было что я такая нарядная пойду по улице представляете вообще дурдом какой-то вот именно мне было стыдно может быть кто-то из вас сейчас себя узнает был так была такая ситуация у меня в жизни когда я очень быстро очень рано научилась читать и я читала бегло и вот я приду детскую в детскую библиотеку пришла взяла книги пять книжек я взяла нам больше книг не давали а книжки были тонкие я пришла домой я прочитал их за полчаса надо идти менять я до и ну как неудобно как так скажут ты взяла и за полчаса прочитала как так я их могла пересказать спокойно я могла доказать что я их прочитала почему мне было неудобно понимаете я хорошо читала и мне было неудобно за то что я хорошо читаю и быстро это вообще я вот сейчас я вот сейчас вам рассказываю я сама удивляюсь как такое вообще могло быть до такой степени я была закомплексована и я выждала день я сразу не пошла книги менять я пошла на следующий день потом я туда пришла я на крыльце библиотеки стояла минут 40 то есть я пришла менять книги мне было стыдно заходить в общем потом была интересная ситуация такая я в кино сидели мы фильмы в клубе в селе и у меня получилось что у меня я по центру сидела в середине ряда и прям полный ряд полный кинозал был тогда не было же телевизора а телевизора да кстати что да не было туалет захотела вот сильно 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 вы знаете я нет я сидел до конца как это так я встану и пройду перед людьми загоражу им кино экран вообще такие вот смешно сейчас сама вам рассказываю и не становится смешно как я сумела это все перебороть но каким-то образом я это все переборола было трудно но не знаю вот как-то жизнь да такие в такие ситуации такие условия ставила это вот все комплексы наши это все наши комплексы и это те то это такие комплексы с которыми нужно бороться и вот эти а как с ними бороться это же тоже так вот это я вам так красиво говорю с ними надо бороться каким образом знаете за границей у них там существуют психоаналитики психотерапевты там они они там все подверг у них это модно даже считается иметь своего тип психотерапевта у нас но чет никогда не избавиться от своих комплексов если он не будет общаться то есть должна быть подруга должны быть общение сечек открыт для общения если человек открыт если у него есть друзья если у него есть подруги если он может просто запросто там с незнакомым человеком заговорить но такой человек от комплексов легче избавиться будет потому что вот это все можно проговорить пошла к подруге чай пить блин что делать вот у меня вот так вот и вот обсудили поговорили глядишь какому-то выводу пришли ну конечно как говорят внимательно всех выслушать сделай по-своему но тем не менее любую проблему надо проговаривать но опять же нужно же еще понимать что это комплекс а может быть ты думаешь это нормально такая скромная тихая в общем друзья вот так вот комплексы комплексы мешают нам жить вот на самом деле до комплекса мешают нам жить никогда не жизнь не будет полноценной никогда ваша жизнь не будет интересной никогда вы не будете дышать полной грудью и замечать все прекрасное вокруг пока вы будете подвержены вот этим всем комплексом и влиянием общественного мнения поэтому надо отличаться надо стараться чем-то отличить но это я так считаю нужно чем-то отличаться от остальных людей не нужно быть похожим на людей и надо быть стремиться похожим на людей понимаете ну опять же знаете вот бывает у нас вся жизнь наша такая что даже в коллективе вот работаешь где-то да на каком-то какой-то организации и там нельзя выпендриться скажут ну ты чё выскочка там да или еще что-то что ты хочешь на мечешь на мое место руководителя или еще чего-то тоже вот как бы да палка двух концах тем не менее поэтому тут только сильные люди могут от этих комплексов избавиться некоторые может быть и понимать что у них эти комплексы есть но они никогда от них не избавятся они так с ними будут жить потому что им это выгодно им это не нужно им страшно то есть комплексами жить уютнее а избавляться от них это страшно понимаете это нужно как-то куда-то шаг сделать какую-то другую сторону в неизведанную совершенно вот а так ты сидишь серенькой мышкой никто тебя не замечает все нормально все тихо все хорошо так жизни проходит поэтому ребят я вам все-таки наверное советую нет я вам не советую это не совет я говорю за себя когда я избавилась от основной массы своих комплексов а победки было очень много это вот этот что я вам рассказал это только такие знаете ну не знаю там десятая часть наверно того чтобы таракан это остались голове тараканы там они живут и они частенько там начинают бунт устраивать есть у меня такой знаете такой вот у меня еще черта характера такая я сейчас тоже от не очень такой сбавляет учитывая что я не знаю комплекс это или нет сейчас я вам расскажу если хотите напишите в комментариях как вы считаете комплекс это или нет у меня так мозги развиты что вот я иду по улице и какая-то доска торчит или какой-то крюк из земли штыкнут россия вы сами знаете что у нас возможно все к этой яма там да что-то я мимо прохожу и у меня в голове уже 48 вариантов что может случиться упасть разбиться запнуться там и 48 вариантов то есть мне можно писать я не знаю книги фильм ужасов снимать что может произойти и это очень плохо я от этого стараюсь избавляться ну тут опять же вот это все ты же все равно то 4 видишь ты же должен его обойти чтобы не запнуться правильно но об этом позитивно думать никак не получается просто сразу строить свои мозги переключать на что-то другое вот есть у меня такой но опять же вот эта черта характера и и же можно провернуть и хорошее русло любая задача любая что-то вот какая-то проблема слова проблема кстати такого слова проблема нет вообще вот если есть возможность у вас такого слова вообще забудьте про него никогда его не повторяйте есть слово задача когда вы говорите задачи Возможно, мозг начинает лихорадочно соображать, потому что мы со школой приучены, что задача, значит, надо решить, правильно? И ваш мозг приучен, что если вы говорите «задача», мозг начинает искать решение сразу, те тараканы в голове, которые там сидят, и начинают работать, искать выход из этой ситуации. А когда говорите «проблема», все, проблема, и сразу начнет депрессия, и все, 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 все. То есть, все, мы про это слово забываем, говорим «задача». Когда передо мной встает какая-то задача, у меня опять же лихорадочно начинает соображать мозг. Лихорадочно. И у меня буквально проходит, кажется, все, неразрешимая ситуация, абсолютно неразрешимая. У меня буквально полчаса, и у меня 48 вариантов выхода из этой ситуации. А можно так, а можно так, а можно так, а можно так, а можно так. Я сама не понимаю. Я иногда вот так вот с кем-то разговариваю, и мы что-то обсуждаем, и я навскидку сразу раз, 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 а можно так, 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 так сделать. 10 вариантов навскидку без проблем. Тоже хорошо. Вот как бы с одного вот этого негатива, что может случиться, если там вот в яму-то упасть, об штырье запнуться. Можно переключиться на что-то другое. Ну, это опять же тоже тренировка, личностный рост, умные книжки. Короче, друзья, читайте книги. Читайте книги. Умные книги читайте. Всякие книги читайте. Сегодня прочитала Донцову. Я очень люблю ее читать, я вам про это уже рассказывала. Знаете, там такая мысль была. У меня есть ролик, где я рассказывала о том, что была в моей жизни такая ситуация жизненная, когда я вот лечилась. Лечилась от того, что, как я считаю, не было. Ну, не суть. Что я сегодня у нее прочитала? Так интересно, я даже подруге своей позвонила и зачитывала вот именно вот этот вот абзац из книжки. Не буду зачитывать, сейчас расскажу своими словами. Значит, семья жила, и у них мальчик в подростковом возрасте заболел ликозом. И, в общем-то, он чах, ничего не помогало, никакие там лечения, ни операции, вообще ничего не помогло. И мальчик медленно угасал. В это время мама понимает, что она беременна. И она в ужасе, надо срочно делать аборт, нам вообще кошмар, тут ребенок болеет и все такое. Папа, он более прагматично на это все смотрел, как все мужчины, у него мозг по-другому устроен. И он подумал, что надо, надо, ни в коем случае пусть она рожает, потому что если этот ребенок умрет, он уже не жилец. Ну что сделаешь? Ну тут уже, ну ничего не сделаешь. Она хотя бы будет занята другим ребенком, и уже легче это все перенесет. Смерть вот старшего ребенка. Рождается ребенок, и они понимают, что это вообще кошмар. То есть тут старший болен практически, ну неизлечимо умирает. И тут рождаются ребенки, у него ДЦП, детский церебальный паралич. Причем это же не страшно на самом деле, но у него там разные формы существуют, у этого детского церебального паралича. То есть есть дети, ну такие, ну там что-то, знаете, чуть-чуть где-то, что-то намек, может быть там ручка что-то, ножка там, и все. А есть, ну совсем, совсем плохие дети. Этот вот ребенок родился там, у него, видимо, совсем какая-то предпоследняя стадия была. То есть он ни ходить, ни есть, в общем ничего практически сам не мог. И что вы думаете? Они его не бросили, этого ребенка, они вот из той серии родителей, которые самоотверженно будут растить, воспитывать, заботиться. Они научили его ходить там и все такое прочее, ну сколько там пошло, год-два, допустим. И вдруг они понимают, что ребенок-то старший, они как бы тут занялись маленьким ребенком, и вдруг они понимают, что старший ребенок начал выздоравливать. Пошли на очередное обследование в больницу, и врач говорит, мальчика этого спрашивает, говорит, что у тебя произошло-то в жизни? Он говорит, вы знаете, мне сейчас никак умирать-то нельзя. У меня брат родился, и брат, он его на руках носит, этого брата маленького, он его так полюбил, что просто всей душой. Он говорит, я не могу сейчас умереть, потому что мне надо брата вырастить, потому что родители, они уже как бы в возрасте, если что-то, не дай бог, с родителями случится, что с братом-то будет? Он же один погибнет без меня. Я пока не готова уходить. Врач его спрашивает, а до этого ты что, был готов уйти? А он говорит, ну до этого как-то да. Я думал, что я уйду и помолюсь там, помолюсь там, Бога попрошу на том свете, чтобы он дал родителям дожить счастливо жизнь. То есть вот он так думал уже. Потому что, ну представляете, он так долго болел и лечился, ничего не помогало, что он, ну, какие-то мысли были у ребенка в голове. И врач его попросил выйти, запускает родителей, начинает родителям вот это все рассказывать. Понимаете, говорит, онкология, да, это такая болезнь, она не изученная. Мы вообще не знаем, что это за болезнь такая. И болезнь ли это? И болезнь ли это тело, или это болезнь души? Никогда не уйдет человек, не умрет человек, тот, который еще не все на этом свете сделал. Тот, у которого какая-то цель в жизни есть. Никогда не уйдет человек, у которого там, например, свора собак, и он понимает, что если он умрет, эти собаки на улице окажутся, будут умирать голодной смертью. И он умрет, этот человек, когда умрет, последняя собака его. Ну и так далее. И вот этот ребенок маленький, он до такой степени полюбил брата, и он как-то своими мозгами детскими, он понял, что он не готов совсем уйти, и он выздоровел. Его не помогали ни химиотерапии, ни облучения, ни операции, ничего не помогло. Понимаете? Вот ребенок, его поставили вот в такие условия, ему это помогло, и он выздоровел. Поэтому, ребят, читайте книги. Книги – это здорово. Причем книги абсолютно любые. Но опять же, если книга… Опять же, тоже про книги. Но тоже интересно. У нас же в школе в свое время заставляли, да, нас читать книги? Ну, прям заставляли иногда, потому что классика, согласись, вот я, на мой взгляд, классика, она не особо интересна. Там, допустим, Льва Толстого я люблю, а кого-то там я, например, не люблю. Ну, надо было читать, надо было знать. Ну, я считаю, да, школа – это да, в школе надо какую-то определенную литературу, ты должен знать, ты должен иметь представление, ты не должен путать там Пушкина, Гоголя, Чехова и так далее. Ты… Это чисто вот… Ну, нужно, грамотный человек должен это знать. Ну, мне-то иногда, так знаете, становится как-то… Спрашивать человека, а тот вы любимый писатель Пушкин? Может быть, он просто знает одну эту фамилию. А может, на самом деле, он его любимый писатель. Так что всё, ребят, пока-пока и читайте книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok